Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем вам здоровья, всем привет. Штробят, долбят, да, все, что вы не любите. Но, с другой стороны, все, что вы любите. Почему? Потому что приехали мы с вами снимать квартирку. Я квартиру от застройщика здесь снимать не буду. Сейчас по одной простой причине, потому что ценник от застройщика, мягко говоря, оставляет жать лучшим. Но есть квартира от инвестора. Сразу говорю, это у нас Каньон-2, дом сразу, говорю, сдан. Делают сейчас люди ремонты и право собственности в течение месяца оформляют уже. Поэтому на ремонт запустили, все здесь хорошо, все прекрасно, все замечательно. Именно поэтому сейчас инвестор уже продает. Давайте посмотрим вариант квартиры. Сразу говорю, строилось по федеральному закону 214, дом полностью монолитный. Ну и, конечно же, если мы с вами вот сюда именно заходим, то мы с вами видим, здесь санузел должен быть. Какая-то даже гардеробную можно сделать, если дверь с этой стороны. Ну, реально, можно здесь много чего придумать. Само собой, раз это у нас новостройка, здесь полным ходом идут ремонты. Сразу говорю, квартира 45 квадратных метров с большим балконом. Подкупает то, что здесь очень много именно бесплатно парковочных мест. Это большой огромный плюс. Здесь рядышком есть столовая, мини-торговый центр. Ну и, конечно же, такая детская площадочка такая шикарная. Я думаю, сейчас с вами пройдем, посмотрим, почему я приехал сюда именно. Ответ очень прост. Дом сдан, FZ214. Ну и, конечно же, хорошая цена. В каком плане хорошая цена? Смотрите, данная квартира стоит 10 миллионов. Данная квартира 45 квадратных метров. И данная квартира, в свою очередь, тоже один из больших плюсов. Это 222 тысячи рублей получается за квадрат. Прекрасно? Прекрасно. Ровненькая поверхность. Само собой, разумеется, каньон 2 Дагомыс у нас. Посмотрим, все-таки, от скольки начинаются у нас цены, например, от застройщика. От застройщика аналогичная квартира, например, по акции. Это 250 тысяч рублей за квадратный метр. Такая же квартира от застройщика будет стоить 11-425. Ну, недешево, согласитесь, недешево. Здесь же, соответственно, 10 миллионов. Я считаю, экономия существенная. И вы можете сэкономленные деньги потратить, к примеру, на тот же самый ремонт. Да, неприятно. Да, звук. Да, то, да, сё. Но факт остается фактом. Лифт есть. Этаж не низкий. Окей, вот так вот мы можем с вами посмотреть, как это все выглядит. Тоже, в принципе, все довольно-таки неплохо. Лифт у нас отгорожен, получается, глухой, глухой, получается, дверью. И тем самым мы с вами лифт, например, лифт у шахта мы с вами не слышим. Тоже большой, огромнейший плюс. Ну и, само собой, разумеется, монолит. Да, конечно, когда делается ремонт, все это слышно. Тут даже разговоров не может быть. Слышимость будет. Потому что, например, если мы здесь начнем сверлить, весь стояк будет слышно. Но когда сделали ремонт и вы живете, монолитные стены – это большой и огромнейший плюс. Ну, так бы так. Мы сейчас с вами увидимся на улицу. Покажу вам на улице, как это все происходит. Здесь, кстати, консерв есть. Ну, все как положено. И будем делать уже выводы. Нормальная цена или ненормальная. А так, это, конечно же, просто обычная нормальная однокомнатная квартира. При желании, конечно, некоторых делать здесь, я видел планировку, делать две спальни и кухню-гостиную без, получается, естественно, освещения. Вариантов здесь очень много. Ну и, конечно же, многие хотят балкон. Балкон здесь тоже имеется. Ну, смотрите, сразу хочется отметить по территории. Вот подъезд обычный, да? Ну, реально, подъезд обычный. Но вот именно территория, да? Здесь можно сразу выйти. Здесь есть детская площадочка. Здесь даже вот лифт имеется, да? Вот и уже для меня это было удивление. Если вдруг для маломобильных людей тоже большой и огромнейший плюс. Соответственно, площадочка здесь довольно-таки хорошая. Я ее издалека еще заметил. Для детей, в принципе, вот здесь именно безопасно, потому что здесь нет автомобилей. И это, конечно же, большой и огромнейший плюс. Есть та самая площадка воркаута. Можно здесь позаниматься тем самым спортом. Тоже мелочь, но приятно. Ну и, само собой, разумеется, вот здесь мы с вами видим детскую площадку. Газовая котельная отдельно. Соответственно, это у нас на горячую, на холодную воду и на отопление самого дома. Ну, в целом, хорошо. Ну и дом выглядит вполне себе достойно. Ценник очень адекватный. Ценник конкурентный. Ценник, как у вас в Челябинске, как у вас в Екатеринбурге, как у вас в Самаре. Как бы, само собой. Ну, в любом случае, находятся люди, индивидуумы, которые мудряются залезть по 500 тысяч в стройку и ждать у моря погоды и так далее. Я все-таки за то, что синица в руках. И при этом, опять же, эта синица может фору дать многим. Это хороший законобъект, который вводился не через суд. Просто обычная сдача, как должно быть, понимаете. Как выводится во всех цивилизованных местах. Мелочь, а приятно. Поэтому, конечно же, я понимаю, что очень много сейчас найдется диванных критиков, диванных экспертов. Обычно критикуют тот, кто даже никогда в жизни и за 2 миллиона себе не сможет купить. Само собой, понятно. Но для нормальной аудитории, а ее у меня по статистике 92%, я думаю, вот это данное предложение они смогут оценить. Тем более, в любом случае, выгодно же, когда вы полтора миллиона экономите. Ну, полтора миллиона разница между ценами, например, от застройщиков. Даже не полтора, а миллион восемьсот. Приятная цена? Приятная. Хороший бонус? Хороший бонус. А по поводу ремонта нужно будет. Вот сейчас как раз самая тема заходить на ремонт и делать. В любом случае, сейчас здесь, как только выписку получат и уже будет перепродажа, само собой здесь ценник будет выше. А так, даже если не брать эту аукционную квартиру, которую непосредственно от инвестора, если даже просто брать застройщика по 250, это нормальный адекватный ценник. Ну, серьезно, нормальный адекватный ценник. На этом с вами прощаюсь. Вам всего хорошего. Всем добра и пока. Продолжение следует...